Так, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. И мы начинаем первый урок 23-го года. Представляете, прямо сегодня у нас такой замечательный день. 1-я, 01-я, 23-я. И совпало это с первой главой. Первая глава, ну не первая глава, это последняя глава книги Берешит. Книги в начале, да. У нас, как-то, сегодня очень много слов в начале. И первая глава называется «И жил в Аехе Яков Берет Митсраем, шва я страшна. И жил Яков в земле Египта 17 лет». Где мои 17 лет, вы помните песню, наверное, тоже это отсюда пошло. Где мои 17 лет на Большом Каретном. Значит, заканчивается книга Берешит, которая рассказывает о создании мира, о создании еврейского народа. И заканчивается книга Берешит тем, что семья Якова Исраэля спускается в Египет. Спустились они в Египет по приглашению фараона. Спустились они не по своей воле, можно так сказать, потому что был огромный голод. И этот голод, он заставил их спуститься в Египет. Йосеф, который был там в Египте, он спас весь Египет от голода. Весь мир того времени спас от голода. Он очень такой был человек, который хотел всех спасти, всем помочь. И поэтому он, как-то у него все складывалось в жизни. Слава Богу, у него в Египте родилось двое детей прекрасных, которых мы до сих пор благословляем их именами. В каждую субботу, в каждый праздник мы благословляем сыновей, чтобы они были как сыновья Йосефа. То есть он был на таком невероятном уровне по всем сферам. И, значит, Йосеф их всех встречает. Вот начинается глава. Начинается глава. И жил Яков в земле Египта 17 лет. И были дни Якова, все дни его жизни, 147 лет. Значит, он прожил 147 лет. И начинается этот отрывок. Он как бы идет без перерыва с предыдущим. И говорит нам устная Тора, что это называется как закрытая глава. То есть она начинается не сначала, а без перерыва. Она начинается сразу. И это показывает, что со смертью Якова закрылось что-то. Закрылись сердца сынов Израиля. То есть здесь очень важный вот такой момент есть, что откуда мы вообще знаем про Бога? Откуда мы знаем про... Откуда у нас связь со Всевышним? Да, есть такие люди, которые называются цадики. Цадик это праведник, который соединен с Богом. Почему он соединен с Богом? В нем, можно так сказать, в нем проявлено. То есть все мироздание соединено с Богом. Каждый человек соединен с Богом. Все мироздание соединено с Богом. Но есть в каждом человеке, есть как лестница в небо. Есть часть материальная, часть которая такая стоит на земле. Мясо такое, вертикально ходящая лужа. Есть часть духовная, свет, внутренний свет, душа, которая соединена с Богом. Есть интеллект, такая машинка, такой компьютер, мы носим на голове такой компьютер, который выбирает этот компьютер, к чему присоединиться. То есть человек, он как бы соединяется, у него есть контакт или со своей душой, или со своим телом, или с окружающим миром, или с какой-то идеей. То есть этот компьютер, он с чем-то обязательно соединяется, и в этом соединении живет человек, он не живет не в теле, он не живет в душе, он не живет в реальности, он живет в соединении своего интеллекта с набором каких-то идей. И получается, что цадик, праведник, он все время соединен со Всевышним, идея Всевышним, желание, стремление соединиться со Всевышним. Все это вместе присоединяет его к душе, к этому божественному свету, и через него начинает идти божественный свет на тех, кто его окружает. Вот Яков был такой цадик, он был настолько великий праведник, что он поднялся на ступень, и Исраэль, имя это, боролся с ангелами, с людьми и победил. Он все время побеждал в любой борьбе, а борьба так Всевышний сделал, что у нас есть злое начало, животное начало и духовное начало. И они все время находятся в борьбе. Вот в этой борьбе Яков всегда побеждал, и всегда он шел на духовное начало, духовное начало. Единственное, что я сейчас сказал, всегда побеждал. Были у него моменты падения, были у него моменты, когда он, именно поэтому он стал родоначальником еврейского народа, когда он падал и потом поднимался, падал и поднимался. Именно вот это качество, умение после падения подняться, оно и сделало его великим основателем еврейского народа. И приблизились дни Исраэля к смерти. И позвал он своего сына Юсефа и сказал ему, если, как он красиво с сыном разговаривал, да, имна мацати хэн бэйнеха, если я, пожалуйста, нашел милость в твоих глазах. Обратите внимание, как красиво он сказал. Симна ядэха тахат ерихи, засунь руку под мое бедро. Само обратите внимание на манеру разговора и суть разговора. Он просит его поклясться сделать для себя милосердие истинное, потому что милосердие, оказанное человеку, который умер, оно называется истинное милосердие. Человек, который умер, он уже тебе ничем не может вернуть. И это называется самое настоящее милосердие. Ты его делаешь не для того, чтобы он тебе вернул, да. И он говорит, сделай мне истинное милосердие, не храни меня, пожалуйста, в Египте. Значит, почему он не хотел быть похоронен в Египте? Понятно, что он хотел быть похоронен в Марата Махбела, пещера про отцов, в которой похоронен Авраам, Ицхак. В итоге я вам, как бы, делаю на будущее спойлер. Яков там тоже похоронен. И, значит, он хотел, чтобы быть похоронен в пещере про отцов. В Айшахавте и Мамутае, он говорит, продолжает, Иосифа объясняет это, «И буду я лежать с моими отцами, в Энасатане, Мимитсраем, и вытащишь ты меня, поднимешь из Египта, и похоронишь ты меня в могиле, в их могиле, в этой Марата Махбела, в пещере. И сказал Иосиф, «Айнахи эсеке двореха, я сделаю, как ты, как ты сказал». Тут, вот, насколько смотрите, да, из этого места виден, какой глубочайший есть двойной, тройной смысл в том, что мы изучаем. Представьте ситуацию, папа ему говорит, похорони меня в Израиле, не хорони меня в Египте, поклянись. Он поклялся и говорит, я сделаю, как ты сказал. Как мы понимаем, я выполню то, что ты сказал, а по факту в конце главы, есть еще второе значение, второе значение, в конце главы Иосиф просит своих сыновей поклясться, что они его тоже похоронят в Израиле. То есть, в его словах, я сделаю, как ты сказал, двойной смысл. Я сейчас выполню то, что ты повторил. И я сделаю, как ты сказал, когда сам буду уже умирать, я тоже, значит, попрошу своих сыновей. То есть, и мы видим из этого примера, насколько вот этот принцип, он важен. Дела отцов, знак для сыновей. То есть, вся вот эта глава, вся книга Берешит, которую мы изучали, вся жизнь Авраама, Ицхака, Якова, не зря Всевышний целую книгу Торы посвятил описанию жизни этих людей. Ноах вначале, да, Адам, потом Ноах, потом Авраам, потом Ицхак, потом Яков, Иосиф, да, вот есть пять таких историй жизни в книге Берешит, для того, чтобы мы изучали. Дела отцов, знак для сыновей. То есть, то, что было человечеством во времена Ноаха, неоднократно случалось с отдельными частями человечества. То, что было с Адамом, с Хавой, со змеем, случается в жизни каждого из нас ежедневно. Когда этот змей, который сейчас живет внутри в виде злого начала, в виде животного начала в человеке, он совращает нас, чтобы мы не выполняли волю Всевышнего. Все, что происходит с Авраамом, Ицхаком, Яковым, семейные отношения, сыновья, все, переходы, войны, они были с самого начала все время вынуждены были переселяться, все время были вынуждены защищать себя, там, и так далее. То есть, очень-очень такая книга Берешит, она как раз вот здесь вот Юсеф, он как бы ставит на нее печать и говорит, они, Эсек и Двореха, я сделаю, как ты сказал, папе. Я буду жить так, как ты сказал, буду повторять твой путь, буду повторять твои действия, твои советы. В Айомар Ишавали, и сказал ему Яков, поклянись мне. В Айшавалу, и он ему поклялся. В Айштаху Исраэль Аль Рошамита. И поклонился Исраэль к изголовью кровати. Значит, мы в этой простой фразе видим очень важные законы. Например, Равыцкак Зильбер, Зихрану Цедик и Враха, он задавал вопрос. Он говорит, а почему, что Яков не верил своему сыну, что его сын похоронят в Израиле? Зачем вот эта клятва? Это как бы излишнее уже усилие, да, такое, поклянись мне. А что, недостаточно просто, что он сказал, папа, я сделаю, как ты сказал. И Равыцкак рассказывал историю, которая иллюстрирует вот эту вот просьбу Якова именно поклясться. Он говорит, когда я жил в Казани, там был врач. А один врач, который был, ну, знаете, статей говорят, врач от Бога, да. И к этому врачу обращались все там председатели обкома, горкома, там исполкома, начальник милиции. Все они у него лечились. И у него была, у этого врача была жена. И они втайне соблюдали заповеди. Они были, он был врач, но он одевал тфилин, молился, старался соблюдать шаббат. То есть они были пожилые такие уже евреи. И они старались все, что могли, соблюдать заповеди. Но в советское время за это могли человека и в Кюрьму посадить, и все. И они это делали втайне. И вот умерла его жена. И он, этот профессор, значит, такой расстроенный, этот врач, все. И тут прибегают к нему эти все его пациенты, которых он вылечил и спасал им всем жизнь. И говорят там, Соломон Моисеевич, не переживайте, мы вашу жену сейчас похороним на лучшем кладбище. Со всем почетом она такая, значит, на вот вам место машины. И ее прямо, он не успевает ничего сказать. Ее начинают по советским законам, как почетного гражданина города, хоронить. Но вообще не по еврейским законам. И не на еврейском кладбище. Он просто в шоке, в это время этот профессор. И он не мог ничего сделать. Раф Зильбер пробрался, когда были похороны. И он пробрался по еврейски, нельзя хоронить в закрытом гробе. Нужно, чтобы тело было с землей соединено. И он просверлил дырки в этом гробе, чтобы были дырки, чтобы тело могло с землей соединиться. Ну, то есть он это сделал. Катюш читали там по ней и так далее. То есть он как-то... Но говорит, когда уже закончились похороны. Первое, что сделал этот профессор, он написал завещание. Позвал сына своего, который тоже был там, ну, какой-то врач. Ну, в общем, имел какое-то положение. И говорит, вот я пишу завещание. И пишу, что ты мне поклялся, что это была моя личная просьба похоронить меня по всем юристским законам. Потому что, когда я умру, будет еще больше. Прибегут и скажут, давайте его похоронить там, как... Это то, чего Яков боялся. Что его похоронят в Египте, в самой большой пирамиде. Потому что он был такой, как сказать... Он был чудотворец, да, по египетским делам. Когда он приехал в Египет, закончился голод. Когда он благословил фараона, Нил начал подниматься навстречу фараону. То есть он был такой чудотворец. И египтяне, они его бы сделали... Ну, могила праведника имеет огромную силу. И Яков знал, что фараон захочет его похоронить именно в Египте. И он поэтому попросил Якова, Юсефа поклясться, чтобы Юсеф сказал фараону. Я дал клятву, я не могу по-другому. И вот этот профессор, который точно так же учил эту главу, он взял с сына клятву и говорит... Ты потом всем покажешь это мое завещание и скажешь... Папа, значит, взял с меня клятву. Вы же не заставите меня нарушить клятву перед папой. И тебе будет легко меня похоронить на Эверском кладбище по Эверским законам. И то же самое сделал здесь Яков. Он взял с сына клятву не потому, что он не верил Юсефу. А он взял с сына клятву потому, что хотел ему облегчить жизнь. И он продумал ему, что с помощью этой клятвы ему будет легко похоронить его, ну, вывезти его из Едипта. Поклялся. И было после этих событий, все они организовали. И сказали Юсефу, вот папа твой заболел и приблиз... Папа твой заболел. Его состояние Якова ухудшилось. Уже он после этого, там через какое-то время готов был играть. А Юсеф, он жил в столице, а Яков жил в земле Гошина. Они жили отдельно. И, значит, в войках Этшнейбани. Юсеф тогда сразу же взял своих двух сыновей, Минаша и Ефраима. И они помчались туда, в землю Гошина. И сказали Якову, вот сын твой Юсеф пришел к тебе. И усилился, собрался с силами Исраэль. Вайшев и Рамита. И сел он на кровати. То есть он относился к сыну Юсефу с большим уважением. Потому что сын был в статусе царя. И вообще он к сыну относился с уважением. И сказал Яков Юсефу, Эль Шадай, Бог Всесильный, который открылся мне в Лузе. Помните, Луза, это было то место, когда он убегал от Исава. Там, где была лестница в небо. И там, где Бог ему открылся и пообещал, что будет с ним, будет его защищать. Бог открылся мне в земле Кнаан, в Лузе в этом, да, и благословил меня. И сказал мне, вот я тебя размножу и сделаю тебя плодовитым. И дам я тебе, сделаю я из тебя множество народов. И дам я тебе землю эту и твоему потомству на вечное пользование, да. Вот здесь как раз видно, видно здесь, чтобы было вечное пользование. Вот этой вот землей Израиля, что она принадлежит еврейскому народу. Это прямо написано в Торе, в Библии, везде написано. В Коране, наверное, тоже написано. Я в Коране не знаю, не уверен, но так как Тора и эти книги, это святые книги для, также для христиан, значит, везде написано, что все, Бог поклялся. А вот эти вот два сына, которые родились у тебя здесь, в земле Едипта, пока не пришел сюда, да, из Едипта, значит, мне они, они становятся, как мои сыновья. То есть, получалось так, что у отца есть наследство. Наследством Якова была земля Израиля. И он говорит, Яков говорит, вот это, оно должно было поделиться между двенадцатью сыновьями Якова. Теперь у Юсефа было два сына, Эфраем и Менаджи, то есть это уже внуки Якова. И Яков зовет Юсефа и говорит Юсефу, я их, этих твоих сыновей, я их поднимаю на уровень, что они становятся, как мои сыновья. То есть, как будто бы у него теперь тринадцать сыновей, и земля Израиля делится на тринадцать, ну, таких, как бы, частей, между ними в наследство. Но колено Леви, это колено священников, они не получают землю. И это очень интересно, что священники не получали землю, потому что Всевышний так хотел, чтобы священники занимались торой, святой работой. Левиты не должны были обрабатывать землю, заниматься землей, потому что тот человек, который хочет действительно посвятить себя Богу, ему тяжело совмечать вот эти две вещи, земля, служение Богу. То есть, Всевышний так решил. И Яков здесь говорит, твои сыновья, они становятся, как мои сыновья, как Реувен, Шимон и Юлия. Они будут, как Реувен и как Шимон, точно на одном уровне с моими сыновьями, которые у меня родились. Но остальные твои дети, которые родились у тебя после этого, они будут принадлежать уже к их коленам, то есть, они уже не получат статуса, как мои сыновья. И я, значит, когда пришли мы от Лавана, из-под Амарана, умерла Рахель в земле Кнаан. Как только мы зашли в землю Кнаан, умерла Рахель в пути. И, значит, я ее похоронил там, в пути. Это Бетлехен. Значит, он похоронил ее там. Здесь Узнатора нам говорит, что в этот момент Яков, он хотел объяснить Юсефу одну вещь, которая была между ними очень одна, чуть-чуть непонятная. Потому что, когда умерла мама Юсефа, он ее сразу похоронил у дороги. То есть, он ее не занес в город. Помните Авраам? Он купил целое поле и пещеру. Почему он ее не отнес туда похоронить? Тоже это уже принадлежало семье Якова. Он мог ее там похоронить, в Марата Махпела. Он ее мог похоронить еще где-то. Но он его сразу же похоронил ее возле дороги. И Яков объясняет, это было у меня пророчество, что именно там должна быть ее могила, потому что по этой дороге потом народ Израиля будут выводить в Вавилон. И когда их будут выводить в Вавилон, в изгнание, первое изгнание после разрушения первого храма, то они, проходя мимо этой могилы, они будут плакать, молиться, и чтобы Рахель там на небе за них тоже замолвила словечко. И так оно и было. Значит, все. Он ему объяснил эту историю с мамой. Почему он ее похоронил, чтобы Юсеф на него не обижался. Объяснил эту историю с мамой. Вайрая строили днею Юсефа. И увидел он тут в этот момент сыновей Юсефа, которые стояли в отдалении, и сказал, кто они. Значит, и сказал Юсеф папе, они мои сыновья, который дал мне всесильный базе. И он ему показал ктубу. Ктуба это брачный договор, что Юсеф говорит, я женился на Аснат, есть разные версии, кто была его жена, но он говорит, я женился на ней, вот по брачному договору. И в брачном договоре, естественно, записаны все законы, которые есть в Торе, как по взаимоотношению мужа и женой. То есть он говорит, это все идет по закону Торы. И эти дети родились, они полностью с детства все соблюдали. Значит, и сказал Яков, подведи их ко мне, я их благословлю. Оп, на сегодня заканчивается наш сегодняшний отрывок. Значит, завтра мы продолжим. Это очень важное благословение, которое Яков дал Эфраяму и Минаше. И мы благословляем, вот на протяжении представки, с этого момента прошло больше, чем 3,5 тысячи лет. И каждую пятницу благословляют своих детей, отцы, чтобы вы были, как Эфраям и как Минаше. Чтобы вы были, как Эфраям и как Минаше. Постоянно идет одно и то же благословение, чтобы вы были, как Эфраям и как Минаше. И завтра мы разберемся, что это было за благословение и почему именно мы не благословляем. Девочек благословляют, чтобы ты была, как Сара Ариф, Карахель Велея. То есть, чтобы ты была, как праматерь, это дочек. А сыновей не благословляют, чтобы ты был, как Авраам, Он сказал, как и Яков, сыновей благословляют, чтобы ты был как Ифраем и как Минаше, и мы узнаем, почему именно как Ифраем и как Минаше. Все, всем прекрасного дня, 1 число, 1 месяца 2023 года, чтобы прошло под знаком благодарности Всевышнему, радости, хорошие, добрые мысли, благословения, чтобы было у нас шалом в душе, шалом в отношениях, шалом в мире, и чтобы было здоровье, чтобы Всевышний слышал в нашем литве заслугу того, что мы очень любим Всевышнего, благодарим Его и благословляем. Все, всем удачи, успехов, до завтра, до завтра, с Божьей помощью, счастливо.